малых им подключился как меня слышно а слышно очень хорошо это слышно хорошо да спасибо всем и всем участникам добрый вечер общаемся мы в режиме зум конференции зум уже понесло меня в зум взяла нашим а почему зум вспомнил потому что по всей видимости мы их совместим пока выяснится причина этой агрессии против нашего формата значит в зуме я буду делать видео ролики какие-то а по всей видимости взяла будем обсуждать в комментариях мы посмотрим как он будет выглядеть все равно информационно никуда ничего не денется ничего не поменяется просто живого общения пока не будет как было в зуме до этого непонятная я говорю какая-то вставка получилось то ли это случайность то ли закономерность но будем находить выход поэтому информация перед этим было и ролики сам зум я думаю что будет о чем поговорить и есть вопросы потому что они практически отсутствовали вернее мы без вопросов прошли прошлый вторник прошли зум и давайте чтобы не терять время сразу будем обсуждать то что кому интересно но и надеюсь будет интересно и многим здравствуйте вовремя горжи здравствуйте всем 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 добрый вечер хотел бы предложить пропали владимир сбрасывается почему-то вы или поменяйте место огурюками да я по вайфаю говорю вы если нажали микрофончик держите его пока красное горит держите задавайте вопрос затем вопрос закончили задавать все бросайте палец загорится желтая затем будут люди говорить почему-то срывается вот опять сорвалась но если слышно еще раз сюда повторюсь это обсудить тему подсадка маток плодных и неплодных вот такое предложение хорошо спасибо насчет плодных и неплодных с неплодными матками не работаю практически вообще это если застанет уже ситуация когда прозевал выход и либо погода не дала подсадить или же по какой-то другой причине отводки уже есть нужно подсаживать было маточники работает только с маточниками плодными матками то я делаю в зуме успел показать перед этим зум был я создаю мы делаем муляж маточника из вощины на карандаш на матую и запускаю туда матку со стороны головки оставляю небольшое отверстие смазываю медом а этой частью 2 где у нее брюшко сзади сплюскаю и прикрепляю к рамке в той семье в том отводке где должен быть маточник то есть такой вариант потому что самих маток молодых не всегда принимают говорят матководы что срабатывает сразу подсаживать матку в течение суток вот она вышла сегодня с утра или в течение дня и вот ее желательно в течение дня подсадить она вроде как никаких признаков не проявляет таких вот поэтому семьи особенно отводки принимают работа я живу только с маточники обгуливаю ну все технологии мои прекрасно знают отводок на старой матке все а в этой семье через пять дней подсаживаю маточники на выходе почему через пять дней чтоб там уже появился первый свой свечевой я их все уничтожаю удаляю из и роевая пора чтобы не вышел уже с этой подсаженной искусственной маткой может выскочить рой если там будет какая-то провокация поэтому работы только с маточниками плодные матки любые покупные если когда-то проскакут где-то взял или свои подсаживаю на отводок безлетной пчелы безлетной замена маток никогда не практикую я этот метод не одобряю почему потому что серьезно обжегся не один раз и потерял не один сезон вот в этой технологии матку принимает вернее делать полноценная семья где есть все группы пчел взрослых и расплодов поменять мгновенно матку можно но я столкнулся с какой проблемой матку приняли сделали вид что ее приняли и она делает вид что она сеет пока не поменяется не отойдет старая пчела это летная когда процеживали матку новое насчет появляться летная появится поколение хотя бы одно от этой же матки тогда она будет выравниваться и очень часто семьи теряли в силе и затем соответственно медосборе поэтому все плодные матки где-то вы взяли или или как там получилось неважно сами вывели уже она давно работает подсаживать только на отводки безлетные пчелы это будет семья на следующий год поменяется полностью вся ее обновиться пчела и на следующий год это будет нормальная полноценная семья с ее качеством тот который несет сама эта плодная матка в общем такая у меня тема по отношению плодным и неплодным маткам спасибо владимир горыч можно маленькую ремарку в этом году подсаживал совсем другую породу пчел ну короче под подсаживал бакфаст на мою смесь северо-бурно-кавказской с карпатянкой и значит вообще без летные пчелы чуть ли не на расплод на выходе там немножко было молодого расплода но летные пчелы точно не было сто процентов и когда вышла пчела они стали тянуть маточники на ее яйца то есть не было летные пчелы и их молодая пчела тоже пыталась ее поменять потом когда сменилась пчела перестали это пытаться сделать ну случаев бывает ну все чтоб чтоб какая-то конкретная технология все сто процентов так сказал и она сработала каждый каждая матка каждая семья это это автономия все равно там будут какие-то нюансы какие-то моменты противоречащие противоречащие казалось бы такой теме и такой семье где прошло все гладко и когда открытый расплод старайтесь не подсаживать и вот насчет летные как как летные вы говорите летные не было сегодня завтра в течение пяти дней подсадили если начинает уже появляться своя летная но запоздали с подсадкой вот там будет проблема или попадает открытый расплод и вы задержали с подсадкой признаки маточников в биологическое состояние в семье не поменялось если она уже начинает потихоньку мириться с тем что мы нет плодной матки с сиротством они больше готовы принять биологически молодую матку вывести и гулять так что тут желательно даже даже пчеловоды подсаживают маток на молодую пчелу вообще без расплода затем они да помогают дальше как только ее приняли начала на сеять все помогают расходом ну капризная конечно эта тема по подсадке маток стараюсь говорить о положительных моментах того что работает безотказно все свое выводят сами в маточник если нет воспитательных значит и с вещевых выводят или же райвая пора оставляя самых молодых эти же райвые могут идти ну не знаю я проблем абсолютно никаких по обгулу маток по подсадкам потому что все автономно делается универсально в лице одной пасеки любительского такого варианта как у меня я просто сказал к тому что если делаешь просто отбираешь а тут делаешь отводок слетает за два дня летная пчела и там расплод на выходе начинает лупиться вот по такой отводок садишь другой породы матку то нельзя все равно не смотреть за маточниками я вот к этому вот видите вы говорите за маточниками не смотреть уже от вот это и подсаженной матки так понял маточники или на том расплоде который был остался еще при формировании от подсаженной вот именно от подсажены ну есть такое уже видите вот представьте как в семью такую матку подсадить если даже отводок безлетной это воспринял не воспринял вернее сразу на первом же расплоде и они тянут маточники и такие случаи сейчас пчеловоды и слушают могут привести предостаточно взяли хорошую матку казалось бы все приняли ходит начало сеять рамка 2 и маточники меняют маточники меняют поэтому я и не пытаюсь никогда подсаживать вот так вот мат маток плодных особенно при ну когда они стоят хороших денег где-то племенные да такие стали вот когда матку даешь они вроде и приняли не приняли только начало червить и смотришь уже погнали за эти свящевые маточники в чем причина муж качестве маток самих конечно может быть качество маток они определяют сразу если яичники у нее ну какая-то скрытая патология ее визуально конечно не определить не пчеловод не не знаю лаборатория вряд ли пчела сразу определяет плохое присутствие она и плохо ощущает возможно потому что работа яичников напрямую выдает активность феромона почему и меняет маток тихая смена кстати с этим связано из тема изоляции маток тоже с этим из той же темы посадили прекратили слизывание ограничили пчел слизывать вещество маточное осталось только восприятие по запаху феромона а он слабый все закладывать свящевые маточники сразу если хорошая матка там элементарная селекция на пасеке проводится редко когда закладывают маточники при подсадке плотной матки в изолятор поэтому я и отказался от этих всех вот за умных замудрых способов подсадки я еще когда был уже лирать его на конференции на лекции его так он говорил 63 международных патента по подсадке маток приближенных там к стопроцентному но ни один не дает сто процентов и он показывал какой способ самый такой более эффективный матку помещают в клеточку на сутки затем забирают ее пускает следом новую феромоном она пропитывается старой матки и выпускает или же уничтожает даже матку старую кладут в клеточку и затем туда новую матку вот такие варианты рабов срабатывает но с работа приняли но не факт что они дадут ей сеять почему же я говорю пчелы делают вид что приняли матка соответственно в ответку делает вид что сеет потому что ну такая вот получается нестыковка пока хорошо если они ее не поменяют а в силе уже могут потеряться пока не обновится пчела уже от этой матки вот тогда да начинается работа почему я говорю отвода если матка молодая хорошая это семья следующего сезона пока не в этом году потратиться дать возможность обновиться пчели пойти зиму на этой пчели и весной с весны уже будет это порода себя проявлять владимир егорович какие могут быть последствия если мы в семью неполноценную по расплоду подсадим несколько рамок закрытым расплодом они повлияют на матку на то что заложат другую или же все-таки здесь сырает старая вапия так я прошу уточнить подсадить матка плодная слабый отводок и нужно подселить печатным расплодом извне от каких-то доноров без проблем подсаживайте но без пчелы конечно и только печатный на выходе можно там и если попадет даже и открытый расплод небольшом количестве но чтобы матка сама уже сеяла ее есть яйца у нее свита есть личинка даже тогда можно подсаживать и даже открытый расплод рамки открытого расплода а то что подсиливать отводки семейки таким способом это самая распространенная практика так коллеги было была презентация по маточному молочку по гумагинату семьи воспитательницы ролик был вчера по вентиляции размышления о том что переживает сейчас экология земной поверхности земного шара и вся живность и пчелы в том числе но я не думаю что все понятно и нет вопросов поэтому применение в том даже даже элементы а к терапии вот звонят в комментариях спрашивают где вы где вы сейчас спрашивайте всем нужно каждому по отдельности отвечать нереально здравствуйте канал здравствуйте владимир егорыч подписался на ваш канал недавно хочу задать вам вопрос при замене маток в августе в изоляции сначала в изолятор саде старую матку через некоторое время допустим даем молодую и вот какая вероятность что семья заложит свищевок вот уже в конце сезона то есть так вот изолируем матку начинаем сразу закармливать вот вероятность какая я попросил слегка уточнить маточник вы будете давать для обгула молодой матки в этой семье как распорядиться чтобы она обгулялась и закормить в то же время правильно понял нет вот у меня допустим у меня заканчивается медосбор я ищу старую матку сажу ее в изолятор и начинаю закармливать через дней 20 я как правило меняю матку вы меняете матку и как ее обгулять при матке старой в изоляторе но я сейчас вам скажу это как я понял надеюсь правильно если вы планируете обгулять матку в этой семье где матки где плотная основная в изоляторе то обгулять ее нужно только через глухую перегородку через глухую через сетку пленку а затем уже убрать если она вам не нужна это уже в изоляторе старая матка или же их рисковать пускать в изоляторе зимовать обе каждую автономно через медовую рамку или старую убирать из гнезда оставлять объединять оба отделения если это корпусная система для работы молодой матки для для хази чтобы она там стала хозяйкой вы меня не поняли я через 20 дней допустим даю уже плодную матку с нуклеуса но это если там есть молодая выведенная матка и например свящевку заложили то матом старую матку могут это как бы не могут ведь не принять и новую матку то есть не могут ведь не принять как вот вот я спрашиваю поэт какая вот вероятность что в конце сезона пчелы заложь свящая вот получится такая ситуация что даешь новую плодную матку они могут убить это потому что у них есть другая матка выведены от свящевка так скажу так ну наконец-то вроде разобрались смотрите если вы будете менять на другую матку и там есть уже маточники свящевые это да это биологическое состояние семьей перед этим я говорил принять молодую матку для бога значит по-любому вам нужно делить надвое эту семью где будет где не будет ни единого расплода желательно даже но может печатный на выходе и туда подсаживать матку маточники соответственно уничтожить все и сконцентрировать их в том месте в том отделении где они в основном и были обгулять и подсадить матку плодную в то отделение где не будет ни расплода еще пускай это будет летная пчела неважно самое главное чтобы там не было ни маточников не открытого расплода матку примут выпустят из клеточки примут она начнет червить появится свита личинка вот тогда вы объедините с тем отделением с тем отделением где у вас были маточники вы их уничтожили там расплод уже почти выйдет и объедините уже в одну общую семью надеюсь с третьего раза правильно нет задам вопрос немного по-другому вот при изоляции в начале но августа или конце июля у вас были такие случаи что пчелы закладывали свищевок и это свищевка выходила и облетывалась были такие случаи ну конечно были это основная тема вывода маток дубленов первые годы конечно паника сразу тема не работает матка в изоляторе вроде бы как присутствует феромону тоже присутствует потянулись вещевые маточники и давали обгулять но не всем но не всем давали гуляться а то что маточники закладывались до обгуливаться давали не всем я этот способ вернее эту ситуацию применил для вывода контролируемого вывода маток потянула семья свою свои маточники посадил матку в изолятор потянули свища я этого свища либо сверху матки даю обгуляться свищевой или подставляю свой маточник для обгула при наличии своей плодной при наличии своей плодной матки обгуливаться без проблем но я уже желательно разделить на ухо обгул матки с плодной основной если вы подсаживаете плодную из другой семьи ну тут как-то запутано получилось в общем понятно свищевая матка появилась в семье могут дать ей обгуляться при изолированной матке но не всегда для того чтобы гарантированно она обгулялась их нужно разделить плодную матку в изоляторе от молодой матки из маточника которая будет обгуляться а тогда объединять по холодам в общую через зимовкой двух маток так что-то я я не понял мы на осень закрываем матку в изолятор и пчелы сразу залаживают маточник так как когда что дано на этот отводок или шушу что-то делать со старой маткой убирать они и потом сами уберут так что вы не поняли матка во первых когда это она изолируется если вы изолируете в сентябре-октябре то конечно там уже некогда будет обгуляться если я закрываю маток конце июля и они потянули маточники то они в конце августа уже обгуляться но их нужно между собой разделить плодную матку от маточников если у вас вы закрываете маток в сентябре месяце в сентябре и вас потянулись вещи вы просто с веща удалили да и все и закрыли тему остается вас старая плодная матка в изоляторе я спрашиваю потому что я уже много лет вот изолирую маток в начале августа и вот а меня новость изолирую держу там ну бывает и до сентября держу матку а в сентябре я про старую матку убираю и даю новую облетанную плодную матку молодую с нуклеуса и вот у меня но ни разу не было что молодую матку не приняли хотя я всегда думал а вдруг там есть молодая матка например свящевка которая облетелась и начала сеять уже но я как бы не смотрел там уже просто менял и все и весной у меня всегда оставались вот эти молодые матки вот я поэтому спросил у вас бывает так чтобы свящевка облеталась да без проблем я же сказал что без проблем облетаются только смотря когда их когда не появляется если в авусе появляется то в конце августа начале сентября даже до середины облетаются почему и появилась тема маток обгул маток дублеров все нормально практика лучше чем то что вы видели у себя в практике кто для вас и какая технология будет более авторитетной получается так работает никаких корректировок а если вот допустим свящевая матка облетелась я не посмотрел дал новую матку в принципе то ведь должны молодую но новую матку который я дал но смысле если свящевка есть и уже налетная она же матку должны убить принципе то в клеточке но вот я до предмет даю матку и это матка у меня сидит до октября и и кормят все так все нормально а в октябре по морозу же я выпускаю из клеточки то есть вот как и должны пчелы реагировать не так на матку мою новую которой я даю если там есть уже летная матка они же убить ее должны но вот никогда не было чтоб убивали ну не убивали значит выбрали выбирали лучшую если уже нет семье расплода хотя ситуация конечно интересная при наличии своей плодной матки и вы подсаживаете чужую абсолютно хотя она там была вы говорите в клеточке сидела долго кормили может быть почему бы и нет так кстати подсаживают вернее две матки весь сезон когда работает в одной семье на подсолнухе уже есть случаи выбирают какую-то одну затем дальше в августе еще больший процент выбора в октябре тоже то есть продолжается если маток посадить в клеточки пересылочные у нас пчеловоды практикуют сразу после 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 взятка последнего маток пересаживают или садят в изолятор и из изолятора в клеточки пересаживать пересылочные или если они свободном перемещении были значит и понятно в клеточке и сидят до холодов затем обе посадили пересаживают в изоляторы через медовую рамку и они зимуют то есть и есть элемент присутствует элемент вот приема именно в клеточки пересылочные не в изоляторе чтобы они контачили пчела с маткой а именно вот такой изолированной клеточки но работает что там говорить какая может быть и аксилома прокопович говорю я я умираю а почему так и не знаю а в рот нера по моему написано было если вы встретите пчеловода который будет утверждать что изобрел готовый технологию пчеловождения это шарлатан так что есть вот работает все для вас другого авторитета просто не может быть какие там биологические капризы могут быть это единичные и сейчас у вас будет путаться вы видите реально работает практике кто-то сейчас скажет и такого не может быть и все начинает сомнения все это аксиома получается у вас никаких корректировок со стороны вопрос такой вот у меня сложилось впечатление что при изоляции матки старой в августе они как бы вообще не закладывать свищевок вот потому что я маток своих даю новых молодых это же где-то в сентябре через месяц я даю этих маток и даю сначала в клеточке иначе пчел к ней ну там с проходиком пчел заходят пообщается потом я тоже сажу ее в изолятор в изолятор и держу еще с месяц наверно до морозов а потом из изолятор выпускают ну пускай потому что у нас никто зимних облетов у нас тут зима по 6 месяцев холодная и нету облетных таких дней нередко есть 60 хотя зимовал и в изоляторе в ваших изоляторах подать изолятор их мара и у меня матки выдерживали по 6 месяцев зимовки по одной и по две матки садил но сложилось впечатление кого-то если матку в августе садишь в изолятор и начинаешь кормить и как бы они свищевок то даже не закладывать вот такое сложилось впечатление 9 месяцев сидели их марки формате хмары давал самый больший интервал на выживание чтобы заранте уже знать что матки изолированные живут проблем ну конец сезона раева пора заканчивается чё ты такие капризы вот и такие нюансы их нужно их запоминать просто есть такие вот как в литературе и в языке слова слова для запоминания которые не никакой логике не поддаются никакой грамматике а чисто для запоминания вот и ситуации такие работает значит все вот запомнили так и продолжайте тут никакая наука вам не ставит своего ума потому что вы вы это видите как она работает сходится это по их нему или не сходится она победителя не судят золотая фраза добрый вечер извините за такой наивный может быть вопрос объединением а так слышу многое нельзя ли так сделать чтобы вначале на две семьи через разделительную решетку для матки чтобы жили а потом со временем разделительную решетку братья чтоб они вместе соединились спасибо они работали они должны сидеть в изоляторе это понял и там от к и другая уточните нет они свободно работали только разделиться на решетку вот как в лежаке большом к примеру друг другу пчелки друг с другом общались матки были отдельно через решетку они не общались и я решетку брать чтоб они вместе были романы одинаково я сейчас наверное попрошу всех я так понял речь идет не о решетке разделительной а сетки посетки не путайте в моем представлении слово решетка ассоциируется автоматически с понятием разделительная решетка очень часто упоминают и применяют слова решетка к сетке я так подозреваю что и у вас они через сетку работали через сетку они через решетку они между собой не общались просто был запах да да совершенно верно через сетку теперь скажите уточните какой-то период и как судьба у маток вы хотите одну семью сделать судьба маток по изоляторам или как и если то лежак через лухую перегородку и никаких объединений какой список уточните вопрос по странность цель сохранности маток чтобы в одной семье работали демок были случаи когда вот дедушка находил что в одной семье работали для матки каким образом я вот не понимаю но но так было если вопросе сейчас касается весенние старта и работы по сезону они зимой перезимовали через сетку допустим даже через лухую перегородку но они без проблем и две матки идут через разделительную решетку паре на весь сезон работы если не зароятся конечно я надеюсь я правильно понял почему и к и комментирую так и могут и могут они работать и вместе пока не встретятся не придумана где-то на ровном месте тема двухматочного содержания пчеловоды из своей практики помнят случай когда две небольшие семейки не способны перезимовать в зиму автономно объединяли просто так бросали ну применяя там способы примирения две матки надежде на то что какую-то лучшую выберут одну на удивление весна работает семья работает матки через две там это рамки то сеет и та сеет пока не встретились между собой осталась одна хозяйка а принимают они конечно это не в изоляции зимовка 2 маток в изоляторе а затем весной старт двухматочный работает они через разделительную решетку конечно будут работать ну конечно вот работать это же основная тема ту которую сейчас я постоянно на всех своих общениях довожу до сведения и уточняем некоторые моменты и в лежака и в корпусных системах то есть во всех системах можно мне тоже ответить я проводил такой эксперимент уже держал до морозов 2 матки в семье в дадане в одном корпусе и по морозу разделил клуб разделительной решеткой и с каждой стороны из изолятора выпустил маток в одно отделение и в другое отделение эти матки дожили до весна в клубе весной я видел обоих маток но через некоторое время клуб сместился в одну сторону одну матку или убили или бросили насчет такого произошло то есть выбрали себе одну матку они но корпусах если корпуса разделены решеткой могут жить две свободно и у меня каждый год бывает такое что я держу два корпуса разделяю решеткой верхнем корпусе работает и в нижнем корпусе марка работ а вот вот горизонтально улика разделил почему-то у меня не получалось если это одна семья то не показать и сразу понятие естественного отбора выбрали лучшую или же там расплодной ситуация была разная тоже может сработать одна матка в одной матке было условия климат по микроклимату лучше начала активнее работать сконцентрировался расплод эту матку вторую просто бросили это бывает тех случаях когда южная сторона юго-восточная на к одному отделению и туда перекочевывают именно в общем лучшая сторона а так и хуже условия стороны и матка там то могут бросить частое явление да в этих у лежаках ну и все равно не не факт и не показатель если это одна-две семьи так сработали вот и двухматочная без всякого и в озерова работает и комбинированная и двухматочные двухсемейные и вертикалки там и как в лежаке по-разному единственное желательно чтобы это были матки молодые этого сезона чтобы не было никаких проблем не с роением заглядывать она работает и все молодые матки конечно пораньше гулять их а старые тяжело старый маток выдержать очень тяжело весь сезон это должен быть хороший конвейер медосбора чтобы потихоньку отходило и матки тогда будут так в тонусе или еще одна ошибка когда к старой матке пытается молодую плотную присоединить через разделительную решетку тоже проблема там сетка должна стоять между ними минимум две недели а то и три пока молодая не выйдет на максимальную цикладку через десять дней феромон будет у нее уже ярко выраженной и период в этот период между ними была сетка тогда смешивание феромонов будет полноценным и можно запускать через разделительную решетку ошибка и беда вот в этих горизонтального размещения клуба лежаки стараются молодую подсадить и сразу через разделительную решетку даже если она там обгулялась рядом старая и молодую через решетку не получится пока они не пройдут вот этот этап примирение обзавестись в общем запахом через сетку если уж двухматочной держать то стараться сильные семьи с весны раскачать и как можно раньше дать обгуляться двум молодым вот тогда они работать только на магазине ограниченное расплодное гнездо хватит каждой матки по шесть рамок дадана с головой все остальное будет верху в лице меда владимир егорча у меня к вам вопрос вот пролив конце сезона уже по морозу щавели кислотой но вот это медовый сыт и щавели кислота три с половиной процента вот насколько это средство эффективно проектов клеща не можете сказать слуга вам не знать мое мнение по этому рецепту я не за ним не хватает здравого смысла увязать сироп кислотой по плане эффективности накрыть водный раствор точно также работает по эффективности щавели кислота вроде как засыхает в этом в сахаре коркой берется и держит больше дольше ну отравляющую свою отравляющую среду создает ну все равно я ну как-то не 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 получается не впитывается у меня вот в логику такая обработка связывал я это проводила налоги с растениями когда и откуда это взять взяли обрабатывают растения нибудь инсектицидом против насекомых растения а там мешают с патокой дольше жалость на растениях на листьях насекомые вредители поедают и погибают это там здесь есть слойка понятно что дольше сохранилась на растении а вот в улье когда применяют это окарицид но я не не верю что не попадет какая-то часть челе в кишечник это слабость хотя утверждает я услышу поливает по брускам говорят чего не не так как не берет ну не знаю у меня у меня негативное отношение к этой рецептуре просто вот всеми фибрами души так протестует у меня здравый смысл по этому рецепту чисто за того что я не верю почему-то не верится что не попадет в организм пчелы это щавелля кислота подмешанная с сахаром летом еще куда не шло поколение меняется а вот зиму ищи зимующие пчели хотя могу быть конечно не правы нуждаться спрашивать нужно у тех кто этим занимается и видит результат положительный или отрицательный если слушает сейчас нас и италия по моему сергей он за этот рецепт говорил или германии их пошел по моему это дело все вот нужно чтобы они подключились и спросили нормально работает не не снижается биоресурс пчелы она то может сработать да ну как будет чувствовать себя в дальнейшем на расплоде на выкармливание это зимующая пчела потому что обрабатывается именно зимующая пчела и нужно нормально перезимовать и затем воспитать еще раз не теряется ли качество продолжительности по продолжительности жизни и по способности выкормить расплод мне было это бомба замедленного действия поэтому кто-то занимается кто обрабатывает поделитесь пожалуйста нормальный эффект есть с ними в ее собсуждении эту тему общей сегодня же грудь я вчера обработал 45 семей короче 30-ти процентный сахарный сироп 30 процентов сахара сделал ни вашим не нашим и три с половиной кручит на литр 35 грамм щавелевой кислоты сделал но на теплую у меня рука не поднялась я смотрел там миша гращенко он делает 35 градусов раствор я как бы не стал такое делать я дождался пока он остыл до комнатной температуры и пошел обрабатывать обработал сначала 10 семей посмотрел нормально ничего не выстреливают из летков чувствует себя хорошо и обработку остальные сегодня смотрел как по леткам нормально все как бы там некоторые вылетают но здесь игрался было тепло сеть ну как бы никакого ажиотажа ничего клеща правда не парит не проверял сыпался завтра попробую посмотреть вот ну могу потом сообщить как дальше дела пойдет желательно конечно знать так кто кряду несколько сезонов подряд пользуется именно зимний период обработкой если есть такие пожалуйста подключитесь помирите нас с этим рецептом да я присутствую слышу диалог и значит помирю вас кислота которая растворена в сиропе один к одному сироп готовится и там растворяется кислота в сиропе самом вот и сироп с кислотой который проливается или остается где-то на рамках на дне улья этот сироп пчелы не берут то есть он лежит там неделю я вот вижу лежит капельки висят где-то на рамках этот сироп пчелы не берут это я могу стопроцентно сказать и мне все-таки создается впечатление что клещ умирает с голода то есть они отравляются кислотой то есть вот так вот работает потому что интенсивно клещ сыпется на второй третий день вот это мои наблюдения пчелы пчелы переносят очень хорошо и осыпи мора пчел я не вижу не наблюдаю и уже пользуюсь несколько лет и могу советовать смело а вопрос тогда а за счет чего клещ погибает от голода чем что влияет на него это испарение шевелит кислоты что ну я точно не могу сказать и могу только так рассуждать потому что если бы он умирал от кислоты он высыпался мгновенно он сыпется через несколько дней интенсивно то есть он умирает молодость он теряет возможность питаться это моя точка зрения может быть ошибаюсь это более субъективное мнение ваш кстати вот хотел сказать и забыл сразу я сам попробовал этот раствор на язык это ужас это невозможно его просто пить там сахаром сахар даже не думаешь есть он там или нет просто кислота она все перебивает и кажется даже пчела если она его носик туда сунет хоботок то она сахар там не почувствует только кислоту кислоту почувствует простите а смысл присутствия этого кислотно-сахарного сиропа воля какой не лучше ли те же самые полоски не смешивать с кислотой то его знает что там тебе захочется попробовать или не захочется и и значит сам сам раствор он такой липкий то есть если ты возьмешь на руку на 1 носишь по пчелах челы между собой общаются двигается они как бы обволакиваются вот этим раствором и довольно длительное время они находятся такие вот как бы влажные блестящие то есть присутствует постоянно на них вот этот вот эта кислота вот а потом через буквально меня три четыре уже они очищаются чистые но капли которые зависли там на брусках на в углах днища этот сахар они не употребляют то есть он висит висит пока не высохнет дело в том что ты же обрабатываешь вот в данном случае я вчера обрабатывал пчела в клубе сидит он немножко рыхловатый но это клуб все равно тушь не будешь внутреннего пихать полоски перед тем как они погонят расплод потому что у меня не все в изоляторах перед тем как погонят расплод я хотел обработать чтобы максимально клеща убрать с них который там остался соседних этот обработок но сенью обработкой привожу провожу где-то температура 9-10 градусов утно это утром и начиная утром и стараясь приводить когда есть солнышко но будет солнышко но так довольно свежо вот и потом температура растет там до 15 градусов в день вот они как бы подсыхают немножко пчелы менее стресс получают вот я пытаюсь вот так обрабатывать и все матки у меня конечно в изоляторах я использую этот инструмент и довольно хорошо работает вот я уже проверял было у нас несколько дней тепло прошелся быстренько по семьях у меня 40 маток изоляторах только одна матка отошла данный момент все остальные живые здоровы семьи большие то есть я не вижу осыпания большого вообще не не вижу осыпания вот как бы влияние от раствора на жизнь пчел вот такая вот информация владимир горочек кстати вот не тоже вот этот вопрос не дает покоя постоянно нет нет к нему возвращаюсь внутри себя насчет того что все-таки клещ питается гемолимфой или жировым телом вот откуда это пошло что жировым телом хотелось первоисточник почитать как как там да сейчас интернет пестреет этой информацией я был на лекции в кривом роге представитель германии доклад делал и и после этого ну мне попадается очень часто эти первоисточники макросъемки размещение клеща давно известно ну давно как он буквально последние три года но этого достаточно для того чтобы уже мировоззрение веротормашками у нас поменялось есть утверждают да так действительно это наука при из при таких современных методах определения раньше почему-то меня тоже это шокирует как можно было такой длительный период рассказывать целые тома диссертаций на этом мы были защищены и друг оказывается он не питается гемолимфой и препараты делались специальные я помню еще восьмидесятые препараты готовились загнать через гемолимфу такую отраву чтобы питаясь клещ становился неспособным то есть било по репродуктивным органам способностям клеща но почему то не сработало начинает уже подозрение что может и действительно может почему не сработала та тема если клещ не питается гемолимфой то что клещ появился какой-то другой направление популяция какая-то там особенно хитрая сформировалась тоже мало вероятно как бы там эволюция не продолжалась там по чуть-чуть потихоньку ну так радикально и конечно же не мало быть изменение физиологии и способностей ворова ну так утверждают так утверждает но я сейчас раз о клеще на чашу весов поставим два метода щавелевая кислота с раствором то есть сахарный сироп с щавелевой кислотой зимой сейчас и на другой чаше весов моя философия у меня вопрос сразу а чем мы занимались весь сезон что мы сейчас тычем вот в гнезда окорицит неважно как он выглядит полоска это будет или щавелевая кислота просто или это будет с сахарным сиропом щавелевая кислота теперь для сравнения говорю о своей о своем подходе клещу не дать накопиться до угрожающего количества самый лучший способ борьбы с вредителем использовать против его биологического врага но сейчас уже тема вы наблюдаете как за обсуждается тема книжного этого же скорпиона вот появился размножать собирается его там но там длительный цикл размножения вряд ли это спасет а вот второй способ не менее эффективный бороться с не дать ему просто размножаться не дать ему размножаться чем я и занимаюсь кратковременные изоляции в течение сезона и создание безрасходного периода то есть сократить расходный период до минимума три с половиной четыре месяца если в середине вот этого цикла трехмесячного четырехмесячного еще раз обработать сбросить скин то есть переспутать ему все карты непрерывного размножения и накапливания чтобы в августе месяце когда трутня уже природно семьи не выращивают уже семьи готовятся к зимовке краевая пора прошла биологически трутня не выращивают все что накопилось и в трутне и в пчеле залито сконцентрируется на поражение последнего расплода пчелиного из которого мы хотим получить максимально полноценную зимующую пчелу и вот здесь мы уже вспоминаем о клеще что его надо травить а не лучше ли не дать ему накопиться вот такими вот полу зоотехническим методом изолятор безрасплодный период строительная рамка и щавелевая кислота и контрольный выстрел всего один раз уже в конце августа у меня раз но два может быть щавелевой кислотой пол процента может остается конечно же активный сезон еще до самого декабря может длиться и матки до этого периода сидят по три месяца в изоляторах и пчела летает сейчас меня сразу упрек а как же перезаражение ну может быть там какое-то перезаражение незначительное и клещ попал в мою семью никакого вреда там не принесет потому что ему негде размножаться вот в чем весь эффект изоляции чтобы избавиться от осеннего расплода потому что весь клещ который накопился и расплод будет тянуться до самого последнего тепла и мы будем со всех видов акарицида по ним стрелять панически семьи то это мы не находим причину потому что мы больше уже больше обрабатываем не клеща объем по физиологии самой пчелы это тоже для для пчелы не 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 цветы акарициды так что ну работает все я я больше нигде не буду и пытаться даже комментировать эту щавелевую кислоту с сахарным сиропом работает и слава богу главное что нету последствий по биоресурсу по выкармливанию расплода затем раз коллега подтвердил годы он занимается так ну и все работает какие могут быть еще другие мнения если этим вообще не занимает просто так порассуждали логику подключили но она не всегда не всегда имеет такой правдивый окончание у меня там ситуация почему так сложилось это правильно говорите у вас но ваша технология отлично для меня это несомненно самое лучшее вообще что есть по борьбе с клещом просто в этом году я конец августа и весь сентябрь считай проболел этим коронавирусом к и не обработал толком и в изолятор и не посадил и получается у меня как бы все планы разрушились а потом ну так слабость еще такая была я уже полоски поставил уже в конце сентября тоже со щавелевой кислотой никакой более такой сильной химией обрабатывают три года уже только щавелевой кислотой и только полосками я даже не проливал три года вот но так как я в последнем расплоде не обнаружил клеща вообще ну то есть у меня такие мысли появились либо он значит весь на пчеле либо его нет теперь я со следующего года хочу осенью обрабатывать термопушкой и вот сейчас весной то есть сейчас вот я вчера обработал еще щавелевой кислотой вот как уже рассказал и весной я посмотрю на пчеле будет на пчеле или там расплоде будет ли клещ и какое будет его количество если чё то есть чтобы сформировать себе вот этот годовой цикл обработок клеща вообще нужно ли мне будет при таком раскладе термопушка и не термопушка термокамера значит нужно ли она мне вообще будет если может быть она и вообще не нужно будет только полосками и проливами я обойдусь или может быть нужно ну как бы для себя выясняю просто а карты мне сбил просто вот этот коронавирус конечно я бы сейчас даже не думал об обработках как бы там это было не не приятно но придется понаблюдать придется пожертвовать сезоном другим для того чтобы вывести выработать этот алгоритм выработать эту технологичность согласно изменению климата расходный период увеличился на на месяц и не на неделя на месяц и конечно же клещ размножается не теряет возможности накопления для своего накопления и каждый пчеловод по своему региону должен сделать вот такое серьезное наблюдение проанализировать эффективность и брать за основу мы сейчас просто рассуждаем единственное что нас может объединять это логика клещу клеща не должно быть одним словом как это мы сделаем вот пожалуйста есть мой вариант постараться ему не дать накапливаться за активный сезон есть вариант вмешиваться даже в зимующий клуб ставят про проливая тут щавлю кислотой сиропом поэтому он такой однотипной технологии однотипного рецепта ну просто не может быть как можно провести аналогию заполярьем и тропиками там постоянно раствор там уже тропилилапсоз наверное больше проблемы создает чем воротоз ну в общем такая вот картина приспосабливаться присматриваться вывести знать логику что нужно сделать семье чтобы этой проблемы не было проблемы гибели семей слета в осенних ему не дать накопиться до такого количества что семьи спасается объектом а это природный инстинкт инстинкт выживания бросать гнезда и начинать жить чистого листа который называется районе мы это можем сделать искусственно если говорить за себя владимир и горы что вашу философия взял на вооружение и очень хорошо работает как я ее применил в сезоне первый раз за месяц до акации когда я делает водки снимает клеща потом после сбора завершения сбора мёда из каштана я провожу изоляцию и снимая второй раз клеща потом накапливаю чулу зиму опять изоляция матки и опять снимаю клеща то есть это в октябре меня последняя обработка против клеща и так меня пчелы идут зиму в этой системе работаю по вашей можно сказать системе адаптировал того к своей зоне и очень доволен спасибо добрый вечер владимир григорьевич все пчеловоды там ори 57 задавал вопрос модераторской пожалуйста задайте на общем канале спасибо большое спасибо владимир григорьевич добрый вечер у меня два вопроса поведение клеща после обработки щавелевой кислоты обретает ли он способность снова прицепиться на пчелу это один вопрос и второй вопрос если у вас опыт применения щавелевой кислоты в растворе с глицерином и салфетки но как долгоиграющий препарат спасибо за ответ нет я полоски щавелевой кислотой не с глицерином мне вот эти вот как вы сказали салфетки не полоски не применяю чисто водный двухпроцентный раствор весной есть такая философия есть такое понятие что клещ не погибает от чавелевой кислоты обжигая присоски покидает хозяина всыпается на пол затем снова мигрирует в расплодную часть уже на других там те которые пчелы заходят ну во первых это холодное днище я обрабатываю сразу весной после очистительного облета он осыпается гибнет не гибнет коченеет неважно по щелях его пчела как мусор выдувает из улья и все то есть по весне не наблюдал этой беды что он как-то мог вернуться назад теперь что касается дальнейшей обработки щавелевой кислотой я не буду говорить о зоотехническом методе сейчас о строительной рамке и безраслодном периоде единственно безраслодный период еще не упустить насколько будет возможно совмещать с акацией заизолировать на акацию я показывал ролик у дня три назад два момента сделать перевес кормили с кличинком хорошая профилактика от болезни расплода и от клеща тоже хороший момент это как раз середина накопления по сезонного клеща сбить его эту арифметическую прогрессию и он опять начнет пытаться накопиться дальше но уже это будет не те темпы и не тот не то уровень закрещенности гибнет ли он в конце лета я в конце августа обрабатываю лежит трупом на днище вот какой есть но тут срабатывает и может быть срабатывает какая особенность когда я закрываю маток в изолятор в конце июля начале августа и расплод последний выходит в основном это с конца июля к 20 августа выходит последний расплод температура стоит 30 около 30 в улье нет расплода влажность там не держится пчелиным клубом 78 процентов для расплода это при расплодной ситуации такая важность а такую важность держать при отсутствии расплода нет никакой необходимости у пчел клуб рыхлый не там поразлазили где и вот такая сухота в улье а клещ понятно что будет на пчели на взрослой у него пересыхает собственная то есть потеряет влагу собственного тела и я наблюдал пока доходит дело до обработки и щавлю кислотой в конце августа я открывал семьи и наблюдал осип клеща гибель клеща от того что он терял собственную влагу у него снижается осматическое давление присоски не работают и он замертво падает он погибает у него пищеварительная система тоже нарушается если на 15 процентов теряет влагу он погибает сразу так что вот этот момент может сопутствующий и затем уже обессилевший возможно я еще щавлю кислотой в конце августа как там наука но сейчас эту науку вы видите приходится перепроверять рассказывали одно и формирование жирового тела было от поедания пчелами она кажется у насекомых формируется в личиночной стадии вот сейчас за клеща что он не питается гемолимфой и у матки свиты оказывается раньше считали нет зимой она сама питается это не так вот смотрите сколько сколько всплыло корректировок тем постулатом причем радикально радикального изменения ну и самое главное что это дает эффект вот такой цикл нехитрой обработки одна щавелевая кислота и все все препараты на моей пасеке по борьбе с болезнью борьба с рассплод болезнями расплода я сказал чем делается безрассплодным периодом перевесом кормились по отношению будешь к следующей партии личинок все это единственная причина болезни любой болезни расплода недокормленная личинка недокорм может быть под суд по причине отсутствия самих кормов или не хватает кормилиц если не хватает кормилиц значит нужно создать обратный дисбаланс в сторону перевеса кормилиц закрыть матку хотя бы на 10 дней в изолятор все она работает она работает все давно было бы желание его использовать я могу вам сказать по полоскам с глицерином и щавелевая кислота я три года три сезона обрабатываю только так до этого сезона делал на холстиках резал хвостики на полоски глицерин с и щавелевая кислота и в сделал на картоне и значит получилось так что обработал поздно очень только в конце сентября поставил они у меня там стояли там где-то 30 дней где 40 дней в общем естественно расплод какой-то был поражен клещом и он потом пчела отошла то есть никакие семьи сильные пошли в зиму но на 3 на 4 там некоторые на 5 1 даже на 2 рамках пошла то есть которые сильно поедены были отошли конечно состояние расплода но потом когда вот эта пчела отошла остальные прекрасно зимуют остальные вот эти вот три четыре там пять прекрасно зимуют вот вчера их обрабатывал все пересмотрел отличная пчела то есть а одна одну семью я просто забыл как это нам не прошла мимо меня и и не обработал она сошла на на нет очень быстро полностью зашла на нет хотя была с племенной маткой просто не работал но не поставил туда полоску и потом увидел она растаяла на глазах просто высохла я выходе поселила потом пчелой бесполезно видимо там уже клещу орудовал то есть вот поэтому вот три сезона обрабатываю в этом году вот полосками глицерин значит килограмм глицерина 600 грамм щавелевой кислоты и заливал полутора миллиметровых полосок 4 сантиметра шириной 25 длиной 70 штук спасибо этом этими полосками можно ну как я понял пользоваться круглый сезон ну как обычно их вставляется или просто плоско на рамки ложится раньше уже вот эти полоски из холстиков просто на рамки где там заверну где просто положу сейчас спичкой протекал эти зубочисткой протекал вставлял как обычно получается на три рамки одну полоску вставляешь понял спасибо владимир горыч наверняка уже говорили подымали эту тему но все-таки еще раз хочу спросить пропали где-то почему-то отключается только начин нажмешь две-три секунды включается на творче секунды идут хотел еще раз спросить владимир горыч наверняка вы уже подымали эту тему и говорили на нем уж не раз но все-таки еще раз повторение мать учения как вы считаете ваш вопрос был как вы считаете дальше давайте хоть кусками разница между матками и искусственно выведенными есть какие-то отличия по вашему мнению в качестве так разница между и ошками и естественного вывода смотрите ну искусственно осеменение имеет конечно же свое преимущество такое весомое в одном только вопросе передачи наследственности там можно контролировать сейчас банк спермы держит заморозки и вот это единственное преимущество работал и разговаривая с матководами где иошки давно уже практикуются племенная пасека есть есть товарные пасеки и они то были постоянно запустили на серийное производство только иошек но почему-то вернулись к обгулу для рабочих семей в норма естественных условиях а причина может быть в чем наследственность мы проконтролируем через инструментальное осеменение а вот сам обгул маток природа дает предпочтение физически сильному трудню то есть сильной крепкой физиологии чтобы выжить там не интеллект доминирует в селекции понятно там приоритете сильная физиология и вот сперму взяли у трутня в улье для инструментального осеменения он может бедный даже и вылететь не может не в состоянии если в лабораторных условиях определяет это качество спермы по его таким вот показателям значит слава богу будет будущее в это их в этих иошек инструментального осеменения но вот такое разделение пошло а по качеству спрашивайте тех кто инструментальное осеменение покупает маток разные мнения абсолютно разы есть хорошо как часы работают есть только подсадили через пару недель на первой рамки расплода сразу заложили маточники поменяли так что вот такие вот нюансы просто я их перечислил вам а по по различию в качестве иошка или естественного такого но вот пока паритет такой отдается нет владимир горыш все таки вопрос не прошел я хотел я я вообще за естественное обгулу маток они искусственный а вопрос был другой как вы считаете по качеству матки выведены искусственно или все-таки вот свищевые какая все понял я извиняюсь вот эти перерывы просто я искусственное я искусственного вывода я понял перенос личинок семьях воспитательницы шпателем и так далее вы имели а я почему-то смехнул сразу на инструментальное осеменение я не знаю разницы вообще то лучше всего конечно если выводится матка своей семьей от самого яйца свищевая раевая тихая смена это даже написано у рутнера три матки имеющие абсолютно одинаковые условия по то есть одинаковые возможности одинаковые по качеству они для существования в семье физиологически искусственного переноса но тоже работают я постоянно сколько 35 лет с первых дней уже я начинал прививать пробовать работает вывожу побольше маток какая-то фильтрация идет каких-то остаются каких-то в двухматочном выбирают семьи из двух лучшую так чтобы сказать вот все все природного вывода как как штык работает как часы тоже не скажешь и перенос искусственный есть хорошо работает есть плохо ну точно как вот я про его шку только же сказал для того чтобы не путаться и не дрожать над каждой маткой поэтому их должен должен быть хороший на пасеке задел банк маток работает в отводках двухматочные на сегодняшний день я считаю без альтернативной технологии только правильно ее нужно вести чтобы двухматочная не стала проблемой а очень часто ее создают пчеловоды по той причине что две матки в слабой семье запускают думают автоматически сила в два раза увеличится нужно стартовать с сильных семей две матки и сильная семья тогда это будет результат или же хорошо сильная и сверху отводочек слабый они в паре они в дуэте сработает симбиоз одна другую вытянет та зарыться нижней не даст нижняя верхнюю слабую вытянет и пчелой и теплом так что тут чтобы сказать конкретно все я бы не взялся не брался такую конкретику единственное больше выводите маток чтобы у вас было их вагон не оглядывались не дрожали если ей нужно давно давно уже не жить но она сеет но она сеет и все нас вот это вот сбивает с пантылыку а если их будет много будет выбор особенно двухматочный там даже сами без пчеловода выбирают лучшую как только физиология захромала феромон стал плохо выделяться ощущаться пчелами все есть у них есть семья у них есть прецедент быть в тонусе семье потому что есть лучшая матка ну я надеюсь угадал да да все ну связь конкретно хромает вот такой вопрос Владимир Владимирович вы вы попробуйте обратиться к модератору с ним пообщайтесь может у него будет лучше или вопрос уже через него задайте сегодня а дальше как-то разберемся пускай подскажет вам так ну еще одну попытку сделаем вы перед этим сказали что намет если сработать в две матки то каждой матки хватит я хотел бы это сбилихи я хотел ответить вот тоже на качестве это маток свищевые или искусственно выведенные вот я занимаюсь выводом маток и извешиваю на весах маток у меня искусственно выведенные но переносом для чем как обычно матки вот в этом году была матка были матки которые весили 260 миллиграмм вот я их взвешиваю на весах и в общем то основная партия маток всегда бывает больше 200 миллиграмм а вот у брата вышел рой ну роевые маточники весил 190 миллиграмм вот и говорить вот что искусственницы хуже как-то или лучше вот весы показывают это вот что искусственно выведенные матки не такие уж и плохие теперь у меня вопрос вот видите тянется все с тех постулата вот матка 260 миллиграмм а кто сказал что определяется матка определяя ее качество матки определяется по ее массе а не по репродуктивным способностям по количеству яйцевых труб по развитому яичнику самому это не показатель массы ее понимаете и маточное молочко кладут в маточник по 250 500 миллиграмм не для того чтобы она вышла оттуда как можно больше а для того чтобы там сформировались в большом количестве маточника нужные гормоны для максимально качественного репродуктивного органа матки яичников она может ходить такая покруче трутня по массе и никакая в яйцекладке и пчеловоды очень часто замечают из практики матка средних размеров и даже маленькие вытворяют такое что это тем ползающим тихоходом в два раза по массе больше и не снилось так что масса матки ну пускай это будет мое понятие и опять таки возвращаясь к матководству остается на массу матки тоже количество маточного молочка не особо то играет роль опять тоже у меня авторитет хороший и адвокат рутнера маточное молочковое количество необходимо повторюсь только для развития яичников вот это ценность его большая да но если матка крупная и имеет хороший вес значит матка хорошо питалась значит и развитие яичников должно быть лучше и я не говорю что сильно крупные матки они хорошие я просто говорю что что если матка там легковесная которая вышла из маточники которая весит 170 миллиграмм ну я не знаю будет ли для нее хорошая матка если ей не хватало корма чтобы развиться как-то нормально все равно вес показывает мне кажется как для этого есть понятие вердикт практики и не больше я встречал в авторитетных источниках литературных тоже бестселлер всемирный мировой и вот показывает обсуждает какую-то тему хорошо все в логику вписывается казалось бы давно весь мир по ней должен работать диссертации полетели вдруг проходит пять семь лет выносят вердикт тема не сработала практика не подвердила логически да у них там хорошо получалось это пробирочное пчеловодство все там хорошо как только в практику одни тут-то было то сезон подкорректировала то кормовая база то физиология то наследственные какие-то признаки поэтому все на совести практики все только на ее суд на вердикт и причем ни одного года а так рассуждать какая-то какая из них может быть по логике еда чем больше матка тем больше яиц а тут чем больше яиц или по размеру или по количеству по количеству тоже я бы не сказал что это хорошая тема три тысячи уже нас не устраивает уже нам давай три с половиной а затем начнется проблема почему у меня огнелец появился да потому что не успевает кормить его некому за этой скорострельной вашей породой так слушаем еще какие пару вопросов вот задавал человек перебивала его может наладилась связь Владимир Егорович еще одну попытку значит в начале ЗЛ радио вы сказали что как я понял если правильно перед началом взятка вот если у нас семья работают в две матки через резидентную решетку то мол одной матки хватит шесть додановских рамок то есть в моем то есть в моем случае перед началом взятка можно вот у меня рутовская система каждой семье дать по десять рамок рутовских каждой семье каждой матки для будущего расплода а над ними ставим значит решетку и дальше уже пошли магазины под мед правильно я понял конечно правильно две матки гнездо над гнездом и общие магазины над верхней маткой все это работало у меня в медовом направлении без проблем но молодые матки повторюсь молодые матки там даже на восьми рамках вытягивали возьмите технологию канадское пчеловодство восемь рутовский восьмирамочник сверху четыре магазина стоит под мед через решетку но молодая матка старую матку перезимовавшую только изолировали только зажали на одном на одном расплодном гнезде все появилась козырьки меда небольшая температура в лучшем случае ее поменять если это уже середина лета а роевая пора даже не обсуждается они выскочит рое поэтому стараться сильной семьи побыстрее гулять молодых маток запускать через разделительную решетку этого вполне хватит корпуса десятирамочного тем более у меня появилось я уже говорил это великопольская система появилась как раз по вычислению я уже через пять лет узнал что это великопольская и то там чуть-чуть разница есть в размерах но вычислить сколько нужно ячеек работа в медовом направлении сколько нужно ячеек одной матки при яйцекладке две с половиной тысячи взял по максимуму чтобы работать в одном гнезде я наблюдал и пронаблюдал эту картину как красиво работает матка когда дно один корпус всего-навсего расплодный там ячейка в ячейку все красиво компактно выкормлены они полноценно обогреты полноценно потому что не разбросан этот расплод по всем трем-четырем корпусам вот эти по три-четыре рамки узко-высокая и высчитал что рамка на сто миллиметров рутовская высота на сто миллиметров короче стандартной всего-навсего семь рамок с головой для яйценоскости две с половиной тысячи дал еще по одной рамке кроющими девяти рамочный у меня получился улей так что ваши десять рамок рута с головой хватит работал я на рутовской системе основная масса была в медовом направлении рутовская точно такая вот какой сейчас описали десять-десять и вверху корпуса с магазином над гнездом опять пропадает связь это да мне вот крайне заинтересован ваш вот этот метод две матки просто в этом году ну так грубо скажем эти идолы мне не дали довести этот эксперимент я весной брал в мае делал отводки через разрядительную решетку значит давал маточники все матки вышли обгулялись к началу июня уже даже не к началу в середине июня уже семьи набрали такие вот эти две молодые матки были отводки хорошую силу ну тут эксперимент так что вы на самом интересном прервали ну эксперимент тут прервался семьи уже были по два корпуса в середине июня тут этот пошел рапс значит взятых семьи заработали и вот в нужный момент они отравили не дали мне это докончить его вот такой вопрос значит нужно во время ли взятка проводить ротацию корпусами нижнюю матку вверх а верхнюю вниз да нет никакого смысла если это в начале сезона еще можно зимующие семьи и то пока не поменялся первый расплод а вообще я не вижу принципиальной особенности особенности в вот этой ротации ротации делать не делать да верхняя матка конечно в лучшем положении но это это уже лето весной да там нижняя страдает потому что холодная холод снизу вверх все тянется верхняя идет лучше там можно сделать ротацию а среди лета нет никакой охватимости я не менял в крайнем случае расшли они как часы да и вот такой тоже момент в этом году был опять же не дали закончились наблюдения вот где дел отводки нас а делал их сразу через разделительную решетку видать вот этот стрессовая ситуация и не давала им враждовать между собой но вот эти на старых матках отводки они развивались что ты будешь делать блин ну вот значит насчет старых маток как только нижний верхний корпус достигал жаль хорошая тема ну ничего на следующий раз как-то попросите модераторов помощи что там не так у вас я попробую надо переустановить приложение вот для меня это технически сложно но вот вроде заработало и вот насчет этих старых маток вот как только нижний верхний корпус начинали ну уже было по у мужика похоже монитор лопнутый на телефоне у меня тоже такие глюки были на что это похоже глюки в телефоне монитор может быть лопнут нет вроде целый монитор а перезарядить попробуйте перезапустить телефон сейчас попробую Владимир Егорыч пока вопрос задам мысль такая пришла не знаю может быть левая вот неплодную матку высадите ну на карандаш накрутите во щенку да и туда а если попробовать так плодную подсадить побольше сделать туда маленько метку и спичечкой проткнуть то место из которой должна она выйти ну как бы немножко метку чтобы там вообще-то даже не надо метку там чтобы не перемазалась ну просто и туда посадить спичечкой проткнуть дырочку чтобы пчелы начали выпускать и плотно если она будет они ее смогут интересно сразу принять вот так вот если в маточнике ну при условии что они свои маточники начали тянуть свои выламываешь этот даешь есть понятие биологическое состояние семьи присутствие плодной или отсутствие плодной маточники у вас ситуация отсутствие матки плодной расплодов же никакого семья или отводок этот готовы будут безболезненно принять только молодую матку для обгула там уже идет такая хорошая стадия сиротства и плодная матка я не не думаю что будет принято плодную матку подсаживают лучше всего в клеточке должен пойти ее феромон уже работать в семье почему открывают вначале у клеточек проход для пчел вначале для того чтобы пчела выходила выносила феромон в это гнездо свой обтирались между собой пчелы заходить постепенно туда пчела обтирается обматку выходит распространяет постепенно по гнезду феромон плодной матки и затем выпускают матку уже она начинает работать плодной если это сиротский отводок или семья уже с печатными тем более маточниками то туда реально подсадить только основная семья подчеркиваю если это основная семья летная пчела там то есть все группы пчел то туда пацаны только маточник или же делить надвое эту семью перед этим разговором надвое семью делить убирать из одного отделения полностью весь расплод одна сушка мед пергатом и все и маточку матку плодную в клеточке а вверху пускай да выходит расплод уничтожит все маточники внизу начнет матка работать выпустят начнет работать появится первая личинка верхнем отделении уже будет последний раз будет выходить отворачиваете пленочку все объединяете в одну семью два корпуса два отделения через маточник не не риск не рискуйте это не тот не та картина то есть вы думаете обмануть их не удастся таким образом вряд ли у вас получится обмануть потому что там будет она будет как чужая больше чем молодая владимир игоревич а вот если в нуклеухе забрать матку плодную допустим и вот при каких условиях можно дать другую неплодную матку чтоб ее на сто процентов приняли ну время через какое время может какие то что то какую то процедуру сделать чтоб ее приняли сто процентов в нуклеу я так понял в нуклеус назад да зарядить повторно зарядить нуклеус но не маточником а не плодной маткой и чтоб вот на сто процентов когда вот ее принимает я перед этим говорю что суточную матку вот только забрали плодную и дают суточную сразу суточную ее не воспринимают там как как матку на ходе там спокойно пока не оботрется не обживется то есть суточная это не моя практика я вообще то осторожно отношусь к молодым маткам к подсадке я лучше дождусь пять дней выдержки дам пять дней пока не потянут свища вернее не потянут его сразу как уберешь на пятый день будет первый запечатанный свой их не маточник вот тогда я даю либо матку в муляже молодую либо маточник на выходе принимают сто процентов но пять дней теряется зато гарантия это так из моей практики вообще матководы пчеловоды практикуют суточные не знаю как получается ну тем более микронуклеус там не особо то что есть кому кому воевать и возмущаться да владимир горыч я тоже согласен с вами давал я суточных вот только-только выйдут еще серенькая маточка забирая старую выдерживаешь там два часа даешь молодую убивали убивали ну не всех но это пятьдесят на пятьдесят а вот если выдержишь четыре-пять дней но четыре дня даешь клеточки матка еще сидит в клеточке на пятый этап через пять дней значит ее выпускаешь вот тогда маток более лучше принимают я с вами согласен добрый вечер хочу добавить я даю через два часа после отбора плодной матки нуклеус но матка должна быть инкубатора и тока тока налупилась то есть прием где-то пятьдесят семьдесят процентов ориентировочно ну а матка что я говорю за что я говорю что матка должна быть инкубатора и тока налупилась если уже суточная то вода ее плохо принимают ну я тоже про это же сказал что я давал вот только вылупил серенькое еще даешь 50 на 50 то есть принимает половина а вот лучше всего принимает когда выдержишь пять дней вот как Владимир Егор сказал это правильно я в этом в том году делал короче вот если в бигудюшки выходят матки крышечка же там же остается и допустим я в первый день не успеваю посадить нуклеусы то я на второй день их обратно засовываю ну как не то что засовываю их обратно не всунуть а вот обламываю с мисочки маточник восковой в маточник восковой вставляю маточки и попка торчит его раз в мисочку посадил короче и вот такие принимали сто процентов то есть вы забирали матку и как на следующий день давали эту молодую матку маточники как это было да она в бигудюшки вышла там день на то и два даже проходит там уже даже этот канди поезд и потом я ее допустим если сразу не успел посадить то потом ее втыкаю обратно в маточник воск с мисочки мисочки маточника с пластиковой воск обламываю туда вставляю головку матки попку обратно в мисочку и так раз немножко так раз прижимаю ну аккуратненько это все конечно а до этого крышечку она же там же в бигудюшке остается так одеваешь тоже немножко так прижимаешь ну так это все сомнительно она не сомнительно вернее так ненадежно как бы но сажу такую они буквально через 15 минут и выпускают и вот не было такого чтобы с ее маточник а старую матку напомнить когда забрали ой ну это это в нуклеусах и там получается как это короче в тех в тех случаях когда вот как раз старые матки не забраны и потом старую матку только забираешь даешь даешь в этот же день по-моему да в этот же день кстати не уверен что-то я не помню может быть уже когда свои маточники начинают тянуть что-то вот этот момент у меня не отложился в памяти ну попробуйте попробуйте и так и так я тоже буду пробовать надо просто зафиксировать этот момент когда именно даешь ну вот это самое главное вы упустили что когда забрали матку и когда дали вторую матку ее матку молодую и так принимает без маточника через 4-5 дней когда потянутся когда уже там свечевые маточники запечатает то есть а вот если вы только что забрали старую и дали вот с таком таким способом то это просто ускоряет на 5 дней сокращает допустим подсадку других маток вот в этом смысл про это хочу знать вот вспомнил я же в этом году у меня ну очень мало я подсаживал уже плодных маток я в основном те года у меня были нуклеусы маленькие а в этом году я все сделал на полную рамку в смысле на 2 на 3 рамки у меня такие были лежаки в общем старые лежаки перегородил то есть у меня все были на полновесную додановскую рамку все нуклеусы я подсаживал уже когда они начинали свои маточники тянуть я те маточники обламывал а эту подставлял вот так вот добрый вечер канал я вот думаю почему у вас получалось именно сбегудюшек из инкубатора потому как молодую маточку еще пчелки не покормили да ее принимать будут лучше а вот если она уже в семье находится и маточку покормили пчелку пчелки покормили маточку здесь соответственно уже прием будет хуже у меня к Владимиру Егоровичу вопрос такой вот чисто теоретически допустим что поменяли мы корпусами верхний с нижним корпусом где работает та маточка и там маточка значит что получается пчелки которые добычицы приносят значит корм а приемщицы принимают собственно говоря в каком месте они принимают теория говорит о том что пчелки идут по передней стенке доходят до рамки и там уже идет передача кормом но связи с этим так ладно вопрос конкретный а не убьют ли маточки одного корпуса положим в нижнем корпусе а те пчелки которые работали в верхнем корпусе они могут убить маточку которую поменяли в первом корпусе они могут уничтожить маточку верхнего корпуса то есть при постановке теоретически Что вы можете допускать? И еще вопрос, где же все же пчелки-приемщицы, в каком месте принимают корм? Даже бывает на прилетной доске принимают, если идет интенсивный изъяток. А насчет смены корпусов с матками, не теоретически, я вам практически скажу, что матку одну могут убить. Это в лучшем случае, если затянуть где-то до двух поколений пчел, когда уже летная пчела начнет появляться новая и обновление пчел-приемщиц. Поэтому, если ротацию делать корпусами, то на первой смене генерации, а туда дальше уже лучше не трогать, лучше сделать ротацию рамками, добавлять там вниз, в общем, сверху вниз мед опустить, а снизу вверх поднять и расплод, или как там будет. Это уже после того, как вы уходите пчела, но где-то на втором поколении. Пошел активно феромон обеих маток, несмотря на то, что они через разделительную решетку работают, но может тут такая быть проблема, как вы говорите, да. Так что я ни особой принципиальности здесь не вижу по смене этих, по взаимозамене корпусами ротации. А почему? Потому что, если вы наблюдаете за комментариями моими по формированию гнезда двухматочного с весны, то верхняя матка находится на половинчатом количестве рамок, чем нижняя. Весь, все внимание отдать пока по силе семьи, по силе пчел в нижней матке, потому что она будет ущемлена в перспективе. Поэтому там должна быть основная жизнь. И первое поколение выращено в основном зимующими пчелами от одной матки. А затем уже давать расширять верхнее гнездо, то есть расширять общее это гнездо по верхнему корпусу. Ничего вы не теряете. Во-первых, сдержите темп массовой яйцекладки обеих маток. Семья может не вытянуть, смотря какая по силе будет семья. И не нужно вам думать затем уже о ротации. Вы расширяете, вы все внимание уделяете верхней матке. Там будет основная жизнь, туда корма потянут. Как только формируете вы первый отводок, если сборный, значит на этих двух матках верхних две семьи рядом стоящие, сборный отводок на верхних матках. Если вы формируете из этой же семьи двухматочный отводок рядом, значит верхняя матка идет у вас вниз, потому что там было лучше ей, теперь пускай посидит и она в этой зоне нижнего. А нижнюю матку ставите наверх. И начинается развитие отводка уже в двухматочное на новом месте. Так что тут особых таких, стараться поменьше этих острых углов. Если есть конкретно практическая наработка, как аксиома, логика, она дает результат, значит и держать ее в основе. Теоретически можно представить, может получиться, может поменять в каком-то сезоне и у вас проскочит это без потерь. На следующий год может затянули на неделю-две, уже не получится. Поэтому есть то, что работает наверняка. Вот и вокруг этого наверняка и строить свою технологичность, приспосабливаться, как в дальнейшем делать так, чтобы меньше было вмешательства в эту пчелиную семью двухматочную. Так, давайте еще один вопросик и будем закругляться. Так, все, молчим. Ну, значит, спасибо всем за внимание, за участие. Следующий ролик я сделаю по фитомеду и экспресс-меду, обещал. Хорошая тема. Есть кто знает из пчеловодов, но многие не знают. А подспорье для продуктов апитерапии, для ассортимента будет незаменимое. Тем более имеет оздоровительный эффект хороший. Ну и потом будем обсуждать. По вторнику посмотрим, как это будет выглядеть, не знаю. В крайнем случае, тематический ролик все равно я сделаю. Не получится в зуме пообщаться, значит, будем обсуждать это в ЗЭЛа. Комментарии есть, телефонная связь. Без информации не останемся. Итак, всего доброго. Модераторам спасибо большое за связь. До свидания, спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok